Извиняюсь, перервалась. У меня там, так сказать, время закончилось записи, я постояла немножко на другой режим. В общем, закончила я на лаванде, насколько я помню, не помню на чем конкретно, хоть я только что пересматривал это видео. В общем, ну, она дезодорирующий эффект, тоже желчегонная и, в принципе, успокаивающая, так же, как, в принципе, та же мята. Просто, если несколько капель капнуть водичку в аромалампу и поджечь свечечку, то можно вполне спокойно отдохнуть и даже потом сон у вас хороший будет. Или точно так же, как соль, допустим, с несколькими, соль даван с несколькими каплями мяты или лаванды, ну, и принятие потом ванной с этим составом тоже благоприятствует хорошему сну. Ну, может быть, любители Эйвен видели, там, у Эйвен средства для детей от 0+, как-то так кажется, с лавандой. Я не пробовала, хотя покупала, дарила своей мелкой племяшке. Но не знаю насчет эффекта, потому что у меня племяшка вообще ложится, кажется, в 10, встает в 6 или в 5. Такс, в общем-то у нас масло. У меня еще, оказывается, говорил-говорил, но у меня много не записалось. Ну, и вот поэтому я прихожу сейчас к чайному дереву. Масло чайного дерева тоже. У меня там в группе девочка какая-то спрашивала, кажется, из Ярославля. Да я так еще удивила, думаю, надо же меня кто-то читать, да еще это на себе пытается применить. Дезидоранты добавляла, вот тоже оно дезидорирующим эффектом. Потом оно хорошо помогает для проблемной кожи. В серии Грин Мамы Улитай, оно практически, кажется, почти везде в составе есть. Там крем какой-то или, может, еще и пенка для умывания. В общем, очень хорошая вещь. Оно и от меглини тоже помогает, в смысле от головной боли. Хотя я перешла потом все-таки на мяту. Самое маленькое, я считаю, по эффекту это... Забыла маслом. У меня, по-моему, его и нету сейчас, на данный момент. Да, у меня сейчас его нету. Это эвкалипт, потом мандарин. Мандарин у меня сейчас пока есть в коллекции. Потом чайное дерево. Причем мандарин можно сравнять с лавандой по эффекту помогающей. Но это я лично на себе эксперимент, когда стояла. Не знаю, как, может быть, для кого-то что-то будет посильнее. И мята для меня это самый сильный такой помогатель от мигрени. Если можно так сказать. В общем, чайное дерево, оно дезидорирует. Оно хорошо для кожи. Оно помогает при угревой сыпи. Можно несколько капель также в ту же ванну добавлять с солью. Можно вот эти все масла, которые я перечислила. Их можно точно так же добавлять в аромалампу. Смотря чего вы хотите добиться. Успокаивающего эффекта. Или бодрящего, как апельсин, к которому скоро перейду. Или просто, чтобы комната вкусно пахла. Вообще я сейчас очень редко аромалампу пользую, но бывает иногда. Так, и что у нас? Надеюсь, ничего не забыла. Вообще у меня тут где-то шпаркалка была. Я когда пересматривала, что у меня записалось, я разобралась. Думаю, что у меня тут за бумажки валяются. И масло это у нас, кстати... Кто это у нас тут? Натуральное масло это просто называется. Но в основном все эфирные масла я покупаю в аптеке. За исключением той мирола, которую пару раз... И еще у меня одно масло есть. Которое я увидела в фиксе. И еще в каком-то магазине просто. Вообще, тогда он еще был сетевой. Не знаю, кажется, по Ярославской области у нас исключительно был сетевой. Черный кот. Не знаю, может еще где-то есть. Но у нас он уже прикрылся, этот черный кот. Но хороший магазин был. То бишь, название сменили, магазин остался. Все эти масла в основном хранятся 3 года. Ну и стоят где-то... Я не знаю, как сейчас. Наверное, в общем, от 60, наверное, где-то рублей до самого дорогого это масло Роза. Кажется, вот я лично его покупала, масло Розы, за 300 рублей, около того. Ну а эфирные масла они где-то, ну максимум до 150. Так я вот тут держу его, даже не знаю, у камера я их держала или нет. И в общем, девочка у меня написала тогда, вот у меня аллергия на чайное дерево. Чем бы заменить? Его, в принципе, можно заменить мятой, это если вы делаете дезик. Так, у меня тут такая рваная коробочка. Я вам тут пообещала бумажку зачитать. И куда-то эту бумажку даже еще не доставая дело. Да, кстати, вот оно стоило 55, на крючке написано. Так, сейчас я это уберу, чтобы оно не мешалось. Что у нас тут? Ароматическая шпаргалка. Кстати, могу ее сейчас зачитать. Что он, в общем, базилик обыкновенный. Эмоциональное воздействие. Аромат творчества и долгожительства. Ну не знаю, насколько реально творчество и долгожительство насчет этого. Дарует наслаждение от тонкого общения. Это, видимо, если вы в арумалампу его сунете. Утраняет отечность. Нежная кожа вокруг глаз. Выводит бородавки. Укрепляет волос. Не пробовала. Ничего сказать не могу. Бергамот настоящий. Аромат адаптирует. Возвращает к жизни самые безнадежные пессимисты. Вот у вас там депрессия. Понюхайте Бергамон, да? Эфирное эффективное средство в борьбе с герпесом. Тоже не пробовала, не знаю. Так, с валерьяном. Лекарственное. Погружает в мир покоя. Помогает обрести душевное равновесие. Тоже там вы сидите, психуете. Оп, понюхали валерьяну. Но, думаю, в детстве многих детей пичкали этой валерьяной. Так, эффективно при климатических герматитах, аллергии на холод и средствовых высыпаниях. Гвоздика, кстати, вот только подумала про нее. Гвоздика вообще чисто наша с Машкой применение. Лучшее средство от комаров. Я не знаю, сейчас она у меня тут где-нибудь наблюдается. Вообще у меня была гвоздика. Может быть она у меня куда-то встала и я ее засунула. Но точно помню, что у меня была гвоздика. В общем, гвоздика. Гвоздика, если вы летом в деревню или еще куда-то на природу поскакал. Но жаба душит на что-то такое или аллергия на всякую химию. Короче, просто несколько капель между рук или на кожу голую тела нанесите. Конечно, возможно, немножко будет пощипывать эта гвоздика. Но от комаров вы и всяких мошек обезопасите себя вообще превосходно. Ну что же у нас тут пишут про гвоздику? Создает творческое настроение, согревает душу и тело. Вообще у нее такой специфический аромат на любителя. Не знаю, как она там может кого-то согревать. Устраняет гноничковые, углевые поражения и фрункулез. Короче, проблемы с кожей. Герань душистая. Биоэнергетический стимулятор успокаивает, создает романтичное настроение. Без понятия не пробовала. Хотя у нас у соседки была герань, и она верила, что герань помогает от пробок в ушах. Возможно, так и есть. Если вы на что-то верите, то чаще всего самовнушение очень хорошо работает. Оказывает, в общем, герань душистая, оказывает благоприятное воздействие при лечении глини и некоторой формы экзема. Еле обыкновенно успокаивает, устраняет перенапряжение, нервозную депрессию, поднимает настроение. Улучшает цвет лица, очищает кожу, устраняет гнонички. Препятствует выпаданию волос и образованию перхоти. Ну, а еще несколько капель гели вместе смешать с солью для вам. Потом принять это, и будет вам счастье. Мне кажется, она еще успокаивает и вообще придает сил и тому подобное. Ну, и также можно ароматизировать воздух в аромалампе. Так, все-таки у меня сегодня, наверное, тут нет этой гели. Хотя обнаружилось две пихты. Удивилось, что у меня нет этой гвоздики, потому что я точно помню, что она была. Хотя, может быть, куда-то затесалась. Как обычно, потом где-нибудь обнаружу после обзора. Я через два. Жасмин. Кстати, жасмин, по-моему, у меня даже есть. Что это у нас? Это лотос. Да, это жасмин, хоть он у меня уже и не подписан. Жасмин у меня вот такой вот маленький. Пятимиллилитровый. Я его добавляла год назад в свое первое мыло. Вместе с лотосом мешала. Тут 5 миллилитров написано. Тут, конечно, уже меньше, чем 5 миллилитров. Такой флакончик. Вот, кстати, если принюхиваться, то пахнет именно жасмином вот этими цветами. Так вот, не резко. Который, вот, допустим, у меня в деревне растет жасмина. И так изящно как-то. Но совершенно не похоже на тот жасмин, который, допустим, в фраше, что в нос даст, и потом жить не захочется. Но это лично мое мнение. Все-таки там на любителя запах. Но я его в основном, вот это масло использовала раньше для ароматизации. То бишь для аромалампы. Что у нас тут про жасмин написано? Аромат радости и уверенности в себе. Аромат для медитации, релаксации стабилизирует эмоции. Вообще жасмин с зеленым чаем, если заваривать, то он немножко бодрит, поднимает, насколько мне известно, давление. Ну, лично мой опыт в питье, хотя организацию несколько странный. Так, бережно ухаживает за тонкой и чувствительной кожей. Ценный антиоксидант возвращает к коже сияющую красоту. Так, кипарис, вечно зеленый. Аромат «долгожитель» в кавычках. Восстанавливает эмоциональное равновесие, способствует долгожительству. В общем, все нюхайте кипарис, если хотите долго-долго жить, и живите долго и счастливо. Утреняет капиллярный рисунок на коже. Кориандр, посевной. Кориандра, мне кажется, тоже нет, и вообще был ли он когда-нибудь, я точно не уверена. Устраняет сандидность после приема пищи, повышает жизненный тонус, усиливает сексуальную активность. В общем, виагра вам не нужна, понюхайте кориандр. Средства контурной пластики лица и тела повышают упругость живота, бюдер и бюстов. В общем, если у вас там, я подозреваю, апельсиновая корка, если у кого есть и вы и мучаетесь, то добавьте несколько капель масла кориандра в базовое масло, допустим. Какой у нас тут страдал-то войной с целлюлитом? Миндальная. Ну, а потом помассируйтесь в проблемной зоне. Так, кто у нас тут корица? Настоящая. Еще есть поддельная. Подозреваю. Создает уютную атмосферу доверия и доброжелательность, устраняет чувство одиночества, усиливает вдохновение. Способствует устранению бородавок и грильковых поражений кожи. Мандарин. О, мандарин, мандарин у меня чаще всего бывает. Если заканчивается, то потом приобретается новый или кем-нибудь дарится. Аромат праздник. Создает веселое настроение. Улучшает и освежает сверх лица. Ну, и вот именно этот мандарин, меня с ним поднакомила давно-давно. Моя однокласска, именно как средство от мигрени. От головной боли тоже так вот на виске и помогает. Еще им можно втирать его немножко в корни волос. Тоже как делать, как маску, но совсем не... Мне кажется, лучше его смешивать с каким-нибудь базовым маслом, потому что я помню, когда я его чисто в голову втирала, ой, думала, облысею тут же. Ну, и, соответственно, действительно аромат праздник. Не зря мандарины живут на Новый год. Можно несколько капель в аромалампу, и будет вам счастье. Такс. Возможно, я еще и не забыла про него. Еще рассказать, у меня где-то была вроде тут бумажка про мандарин. Вообще, у меня совсем недавно закончился лимон. Лимон, кстати, очень хорошо. Если его добавлять в крем для рук, возможно, многие замечали, когда вот эти даже не каталожные обычные крема, как говорится, массовая косметика из сетевых магазинов, то лимон, допустим, с глицерином в креме для рук, это очень хорошо. Еще лимон, но очень хорошо для ногтевой пластинки, для ноготочков. И всякие обычно воски для ногтей в составе содержат все-таки лимонное масло. Или масло там, в общем, какой-нибудь часть лимона. Раньше у нас дома рос лимон с лимончиками, мы его даже кушали. В общем, вернусь я к мандарину, научаюсь освежать цвет лица. Кто-то у меня тут еще из бумажки валялся. Кто это, кто это? А, нет, это масло лимона. В общем, у меня тут осталась бумажка от розмарина и бумажка от масла лимона. И вот еще какая-то бумажка. Еще у меня где-то в классике бумажек таких есть. Ой, падает. А, это чайное дерево. В общем, что у нас тут? Про мандарин мы сказали, да? На чем остановились? Нероли. Вот я как раз сейчас узнаю про это Нероли. Я помню, тогда Юлька мне его присылала. И, кажется, в Эфраше мне очень хотелось большой вариант этого Нероли. Но теперь у меня есть масло. Так, Нероли. Аромат медитации и релаксации. Вот уж не знаю. Мне так он лично несколько бодрил. Пробуждает прекрасные и легкие эмоции. Стимулирует сексуальное желание. Омолаживает. Повышает эластичную кожу. Разглаживает срамы и растяжки. Убивает сосудистые звездочки. Я его даже еще пока не открывал этот Нероли. Стомпроцентное масло. Эссенция масла. Применять наружно. Но, видимо, кто-то пытался его пить или есть. Так, что у нас тут дальше? Я, правда, тут не зачитывала, кто их делает. Кроме нескольких масел. Так, полынь горькая. Сжигает негативные эмоции. Восстанавливает жизненную энергию. Повышает концентрацию внимания. Усиливает. Устраняет бордавки. Полынь у меня тут нет. Хотя есть где-то сушеная. Так, роза дамазская. А у меня тут какая роза? А у меня просто роза. Хотя у меня еще где-то три не совсем эфирных. Ну, в смысле эфирных, но больше парфюмированных масла. Это из того разряда, как я духи тут делала. Так и не записала я пустик в группу состав этих духов. Что, зачем, почему. Ну, сейчас опять непонятно, чем пахнут. И все-таки все равно чувствуется нотка корицы. Хотя корица там не было и вначально. Так, роза дамаска. Аромат, богатство и роскоши. Успеха и процветания. Помогает, дотеревает, усиливает чувственность. Несколько капель розы. Кстати, она, в принципе, тоже упокаивает. И мне Ксюха как-то подогнала. Сначала рецепты, потом сами лепестки. Лепестки розы сушеные. Ну, в принципе, можно и мокрые. В смысле свежие. Но я брала сушеные. Лепестки розы. Горсточку такую. Потом стакан соли морской. Лучше чисто, без всяких ароматов. И несколько капель. 5-6 можно эфирного масла розы. Все это смешать. Вообще, это завернуть в какую-нибудь... Я завертывала в тряпочку. Там советовалась марлю. Марлю у меня именно такого размера не было. Завязать узелок. Кинуть в ванну. Пустить в воду. И потом полежать. Вот последний мой эксперимент был. Именно с нормальной просто белой солью. И вода немножко так окрасилась. Но ближе к такому зеленому. Все равно это если вот розу так вот разводить и разводить. Или заваривать. Ну, кто заваривал розу, тот поймет каким это цветом. Все в результате потом выглядит, когда роза отдаст свой розовый цвет. Даже если она не розовая при этом. Так. Ну, роза успокаивает. Вообще, ровное такое состояние. Начинается успокаивает, эмолаживает, восстанавливает, увлажняет кожу, снимает воспаление, раздражение, покраснение. Да, кстати, вот роза в чистом виде, если ее заварить одну чайную ложку на стакан кипятка, то бишь только что скипела, настоять 5 минут, а потом за полчаса выпить до сна, то сон вам хороший обеспечен. Ну, это я такой странный экземпляр. На меня может действовать, может не действовать, так же, как с кофе иногда засыпаю. Потом розу в таком же количестве можно, в принципе, именно вот точно так же по этому же рецепту давать детям. Но только уже не целый стакан, а где-нибудь половинку тоже будут спать спокойно. Она еще хорошо действует на сосуды кровеносные человека, в общем, очищает сосуды. И что она там делает, возможно, я что-нибудь забыла, как обычно. Про мандарины я не знаю, сказала ли нет. А, кстати, если просто мандариновые... Вот, у меня однажды подруга укостила черным чаем с мандарином. Мандариновые шкурки, если у вас остались, посушите, помелче сделайте. С черным чаем смешать и заварить, и очень вкусно. Или пуэр-мандарини, вот тоже похожий аромат, только что разница, что черный чай, то, что китайцы называют красным на самом деле, и то, что пуэр. И еще, в принципе, мандариновые шкурки и вообще шкурки цитрусовых. Из них можно посушить, помельчить, потом сделать скрабик. У меня там есть один скрабик, я, кажется, про него все-таки не писала. Даже не знаю, скидывала ли фотки в эту мелкую группу свою. Ну, поставила на эксперимент, на себя. Родня мне почему-то этот скрабик юзала исключительно как мыло, хотя оно не очень мылилось, больше все-таки эти мелкие частички были, молола я эту всю хренотень в мельничке для кофе. Потом на Сашке поэкспериментировала, не знаю ее отзывы, потому что отдала я, когда еще была в Калининграде, Инна. И Маша подарила как раз вот на 8 марта. Так, это у нас мандаринные роли. Полынь, розовую, туя. Туя западная. Восстанавливает силы после болезни, психического и физического напряжения стресса. Устраняет бородавки. Какая хорошая туя. Туя у меня нет. Фенкель обыкновенная. Освобождает от чувства страха. Одиночество придает чувство уверенности. Усиливает чувственность. Вследствие контурной пластики лица и тела. Повышает упругость живота, бедер и бюста. Такое ощущение, что это скопировано с кориандра. Ну, не знаю как. Может быть, в таких листочках бывают ошибки. А, так это у нас мандариновый листик-то оказывается. Так, шалфей мускатный, как раз вот, который у меня был в первой части видео. Роман для медитации, релаксации. Балансирует нервную систему, устраняет бессонницу. Вот уж не знала, кстати. Ну, вот как раз хороший дезодорант. Тонизирует, сокращает пуры, оккупирует воспаление. Ну, вообще, все, что там вот это дезодорирующее, оно, в принципе, очень хорошо подходит все эти масла к жирной коже проблемной. Чабрец обыкновенный, придет мужество, вдохновляет на активную действие, стимулирует интеллект. Устанавливает волосы после окрашивания и химической заливки. Причитала заливки, извиняет. И сильный натуральный антисептик. Да, кстати, вот, если смешать зверобой, зеленый чай, шалфей, чабрец, заварить все это действие и пить как чай, то если у вас в этот момент болят зубы, они обычно с третьей чарки помогают, зубная боль проходит. Как раз я им спасалась года два назад, когда у меня вдруг полез зуб, который под тем, который потом выпал. В общем, такая много-много инфы. Так, что у нас тут? Это я уже из коллекции перехожу, это апельсиновое масло. В принципе, то же самое, что мандариновое в плане эффекта, но и еще апельсиновое масло, как вы все знаете, или не все, вместе с кофе, если сочетать, то очень хорошо от целлюлита. Ну, и по отдельности вместе. Кстати, кажется, апельсин с кофе есть, такой вариаций, в Гринмаме, не помню, как называется серия, но именно целлюлитное там скрабляте было есть. Я его как-то пользовала, хотя у меня подруга потом отобрала его, сказала, у тебя нет целлюлита, зачем ты его пользуешь? Ну, я его пользовала просто как сраблятило. Ну, в общем, хорошая очень серия Гринмаме. Тоже убираю. Так, еще у меня тут лайм. Это мне прислала Юлька. Я не помню, как пользовала. Но так как он у меня уже открытый, наверное, я его все-таки куда-то добавляла. И вот он между лимоном и каким-то чайным деревом. По лапху я его так вот чувствую. Ой, капнуло на меня немножко. Мне кажется, что все цитрусы, они все-таки более бодрящий эффект дают. У меня еще раньше было грейтфрутовое масло, ну, закончилось так же, как лимонное. Вот тут у меня розовое дерево. Розовое дерево, я думала, что пахнет розой. Нифига подобного. Розовое дерево пахнет чем-то таким свежим. Ну, в общем, оно все-таки ближе к чайному дереву или какому-нибудь цитрусу, чем к розой на самом деле. К сожалению, ничего сказать не могу про него, потому что все-таки я не подготовилась, и я его еще не... Ну, в смысле, я его, конечно, пользовала, куда-то его добавляла, но не читала так, от чего и почему и зачем. Так-с, это у меня тут коробочка полная теперь. Это убираем сюда. Так, кто у нас тут? Пихта. У меня тут две пихты. Вот эту пихту я покупала в Фиксе, а вот эту пихту я как раз покупала в этом, в которой был кот Аспера. А это у нас то... Это кто? Кировская фармацевтическая компания, город Киров. Так, ну, пихта, как написано, в бане и сауне, она, в принципе, ее несколько капель можно в ванну добавлять, можно вместе с солью мешать, и она точно так же, как все эти елки сосны. Кстати, сосна у меня тоже одно время была, это масса афирная. Она успокаивает, хорошо вообще влияет и на кожу, и на тело, и на душу. И... В принципе, его можно также несколько капель в аромалампу засунуть. Вот, воздух у вас свеженький. Так, это у меня чистотел. На самом деле, я в прошлом году его собрала, несколько немножко насушила. Он, конечно, считается дико ядовитым, если его неправильно применять. А это я когда заказывала какие-то книжки, кажется, то ли по японскому языку, то ли еще какие-то на озоне, я у меня просто увидела его и решила заказать. Я его еще не открывала, еще не пробовала, но хочу поэкспериментировать с кремами. С какими-нибудь. Ну, естественно, он заживля... Действия у него заживляющие на кожу. И мне кажется, это та же фирма, что вот у меня масло эфирное мято было, которое я покупала в фиксике. Кто у нас тут? Потому что тут все заклеено этим озоном. А, да, вот она, та самая Мирола. Как было заклеено, теперь отклеено. Так, масло розы, обычное. У меня такое уже было года два назад. Пахнет оно, естественно, розой. Первое масло, которое я добавляла... Одно из первых масел, которое я добавляла в мыло, у меня было мыло такое розовое. Одно я подарила... В общем, оба я подарила. Одно я подарила свои пазочки, а другое у меня ушло в первые мои поменяшки в группе и риски. Причем, с чего все эти поменяшки у меня тогда и начались. Так, еще у меня тут масло лотосом. Так, я там говорю, говорю, у меня время-то еще осталось. Так. Кажется, еще несколько минуточек есть. В общем, масло лотосом. Вообще, лотос можно заваривать зеленым чаем. Листья лотоса я еще не заваривала. Не для лица, не для питья. А это я чаще всего использовала как ароматизатор помещений, ну, в смысле, в аромалампу. Ну, а еще смешивала с... с жасмином и прочим. Ну, добавляла мыло. Кстати, они вместе с жасмином очень хорошо сочетаются и вкусно пахнут. Сейчас надо хоть открыть его. Нежненький такой, хороший аромат. Не знаю, как передать. У меня иногда слова теряются по передаче информации другим людям. Так. И мне кажется, я уже все тут оговорила, всю свою эту коллекцию. Ну, и не знаю, если вам было это... интересно это сумбурное видео, чем-то полезно, то я буду рада. Ну, и до новых встреч. Пока.